друзья всем привет что сегодня у нас уже 26 июня 2022 года как и обещал я вам предыдущем видео что следующее видео вот о косилке заря либо ее аналогах частности косилка bright китайского производства в общем то очередной раз мне пришлось сделать ее модернизацию поскольку переваривал я осенью 21 года храма у мини трактора сделанного из мотоблока и соответственно штатное крепление косилки заря который у меня было до этого оно не подошло сюда значит пришлось практически при помощи сварки болгарки напильника и всего прочего инструмента подгонять и вживлять ее сюда чтобы она хоть как-то начала работать значит первая проблема почему я начал все переделывать стало в том что крепление рамы точнее сама рама вот это вот основание до остов которого и то место куда она крепится точнее а у меня она крепится в две проушины от удлинителей навески трактора мтз вот они стоят которые варены в швеллер десятку вот стоит швеллер десятка он прикручивается к раме или точнее к бамперу да вам называть правильные вещи в бамперу тоже сделанного из 10 швеллера десятки значит когда он у меня стоял до этого подрамник был другой соответственно вот это вот крепление швеллера вместе с ушами она стояла выше естественно косилка косилка была выше когда ее опустил ниже я столкнулся с такой проблемой многие наверно сталкивались это касается не касается самих мотоблоков но касается всегда мини тракторов то есть косилка у нас стала вот таким образом то есть при полном опускании тарелки смотрят кверху почему потому что она стала вот эта часть опустилась ответственно эта часть поднялась это была первая проблема по которой было невозможно естественно косить там расстояние от ножей до почвы сантиметров наверное около 10-15 было где-то в этом значит что я сделал я во-первых переварил полностью вот это крепление переварил это крепление сделал вот этот 4 соосиным с вот этим шкивком до этого не он был не соосный почему потому что когда вот кто-то решится сделать так и будет делать проблема вот то же самое когда сделать и вот здесь соос на 2 3 косилка обязательно штрелки вернее поднимутся и будут стоять либо так либо вот так ну то есть они будут стоять не параллельно поверхности земли как бы как эта проблема решается проблема на самом деле решается очень просто я как бы знал о ней но никогда не решался сделать берете просто разбираете косилку снимаете вот этот угловой редуктор откручиваете вот эти два болта то есть тарелку полностью с редукторами снимаете вот здесь это аккуратно болгарочкой разрезаете вот здесь вот труба она просто вот вот с этой стороны если посмотреть стоит заглушка труба наверно 25 здесь вот я думаю думаешь на 25 не знаю здесь она просто варя на такая заглушка все аккуратненько по сварочке разрезаете здесь труба варя на вот в этот вот крышку углового редуктора тоже аккуратно сварочкой сварили вернее обрезали болгарка вернее молотком отстучали все труба отошла то есть она стала свободно вращаться здесь свободно стала вращаться вот в этом вот ухо тут не ухо как хотите назовите это затем ставим все на штат штатно на место устанавливаем снова тарелку редуктор вот сюда вкручиваем крышку вернее включен редуктор здесь все прикручиваем ставим все на у нас по свободно вращаться труба вот этих вот разрезанных местах поэтому ставим косилку на ровную поверхность выставляем так как нам надо я сделал чуть-чуть я наклонил вперед много наклонять не надо она будет очень сильно землю грести чуть-чуть наклонить можно то есть там буквально там градуса там до 5 все поставили прихватили обварили и все во первых что нам это дает угол атаки вот этот вот этот угол между рамой косилки поверхности земли он уменьшается то есть при как стояли родные тарелки косилка у меня шла вот так вот то есть соответственно в каждой кочке каждой неровности в каждом бугре и начинала заламывать как под мини трактор сейчас эта проблема исчезла почему потому что угол еще рассказал меньше если бы у нас здесь стояли допустим резина колеса больше я здесь стоят 14 резина допустим поставить сюда на 16 резину мотоблок бы 0 мини трактор был бы еще выше вот этот угол можно было бы соответственно поднялась бы этот угол еще мог бы можно сделать было меньше но поскольку у нас здесь коробка стоит не совсем скажем так практичная с двумя всего скоростями без пониженного ряда поэтому мы больше вот этого диаметра колеса просто поставить сюда не можем уж скорость вот очень большая и будут большие непрокосы дальше значит знаете что мотоблок с воздушным охлаждением он стоит у нас идет свалом отбора мощности до этого у меня здесь стоял комплект переходных роликов то есть которые крепились сюда здесь стояла два ответных и вот так ремень приходилось сделать на изгиб ходил ремень ремни постоянно жрала потому что угол 90 градусов значит что я сделал я подумал 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 все таки решил что надо сделать угловой редуктор тем более у меня лежала косилка заряде то которая под штатный вал отбора мощности значит я с нее снялку некоторые запчасти точнее я снял вот этот вот вал и угловой редуктор также заказал в магазине купил общем крышку с валом короткую вот она имеет косилки зря вот это верхняя крышка на которую ставятся тарелки вот верхняя крышка валпы а я без подшипников заказал только вал верхнюю крышку подшипник меня вставим ставил подшипники шестерни поставил сюда значит и заказал два шкивка два шкивка идут со штатной нашей родной косилки зарядусь вот эта китайская косилка bright у нее вот этот вот шкивок который от привода да он идет под шпонку на отечественных родных которые кабель калужский двигатель производит там стоит шкивок под шлицы так вот его под шлицы взял туда-сюда два их два штуки поставил значит здесь соответственно поставил ремень 1500 ярд я как вот использовал яр так его использую ярославский вот такой вот правда в этом году какой-то купил другой модификации они мекаться не не совсем хороший этот единственный попался мне но не суть значит сюда ставим натяжнуху это я поставил натяжнух у меня была с косилки сегментой сегментной косилки тоже мотоблочная поставил сюда и отечественно на советского производства значит отсюда снимаем ее вот здесь не она не получится потому что она должна должна стоять штатно где-то вот здесь на раме для чего делается соосность вот здесь вот тоже у меня многие спрашивали вдруг кто не знаю тут болтик на закрутить гаечку на него что можно потерять при подъеме косилки эти ремень не ослабляется вот основная как бы причина для чего нужен это соосность для того чтобы ремень был постоянно в натяжке вот так вот приколхозил здесь я сварил вот конструкцию тоже из десятки приварил просто сюда поставил 2 шкивка и все но единственное что в чем здесь фишка вот если у меня стоит сейчас в данный момент стоит 800 ремень а 800 китайский лютая китайщина стоит значит вообще как бы в планах здесь должен стоять ремень 850 но вчера вчера я пробный сенокос выезжал косил так пробовал вот он начинает буксовать в общем так то по логике здесь у меня стоит натяжнуха вот такая вот натяжнуха я сделал она ставится вот сюда вот вот так вот вот сюда вот она ставится на два ручья и вот сюда вот она вот вот в это вот отверстие вставляется и здесь вот этими вот гайками натягивается здесь стоит два ручья то есть второй ручей идет с генератора сюда подходит но 850 ремень почему-то слабовато то есть надо его натягивать сильнее и и проблема была даже не в том что он у меня был слабоват или как-то в общем вот этот ролик пришлось него перевернуть вчера он стоял наоборот вот здесь вот очень мало места и поэтому приходится обварить просто на сварку я вчера капнул сюда сварочку чтобы она была здесь в общем была несовосность шкивков когда ремень просто одет натянут так более-менее кажется нормально когда натягиваешь сильнее его получается вот такая несовосность начала жрать ремень и перевернула его у меня был ремень а 800 я вот его надел вчера просто ради как разного интереса ну и в общем он здесь у меня остался натяжнуху пока оставил а так вообще вот она сюда вот делается вот таким вот образом она стоит берем ее пока дальше значит что еще здесь с этой стороны полностью то есть я передел в крепление сделал вот такую вот тоже я не знаю подъемный механизм механизм упора то есть все механическая потому что потому что вот так вот все делается поднимается она вот и вот так вот 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 все просто то есть как бы да нельзя вот таким вот образом делается на таким же образом она опускается и пожалуйста поехали косить дальше чем-то конструкция на мой взгляд удачная генератор пока отключен как бы генератор генератором все сделается это со временем вот значит такой вот получилось косилка сейчас бы еще единственное что у меня воде стоял делитель на не делитель здесь состоял маркер вот здесь стоял маркер чтобы можно было видеть потому что когда садишься вот с места оператора сейчас покажу вот видите не видно косилки вот то есть где идет край тарелки вот ее не видно то есть вот сюда вот и видно постоянно так вот ехать неудобно поэтому я вытаскивал такую длинную лыжу желтого или черного цвета она у меня была и по ней ориентировался бы не видно край чтобы не было этих прокосов вот и вот сюда вот надо бы сделать какой-то с этой стороны что-то типа как как сказать как сказать делителя чтобы траву отбрасывал от от края тогда она бы не стала цепляться за угловой редуктор и так далее еще ребят тоже немаловажный вопрос стандартная колея 70 сантиметров на мотоблоке мотоблочная колея до косилка 80 все стараются угадать чтобы она входила ровно в этот в колью не было прокосов ничего страшного в этом нету на самом деле если у вас косилка пойдет сюда а это колесо будет чуть-чуть применять землю то есть вы проехали один раз землю траву примяли последующие разы она придет уже поскошим то есть косилка немножко я сюда в правую сторону это так себе так просто вдруг кто чего-то вдруг не знал и самое главное чтобы это колесо перекрывала вас силка это это не суть важно вот а да еще вот здесь я пустил косилку пришлось не обрезать вот этот вот так сказать бампер убрал его потому что ремню мешал ну как то вот вот так вот ребята на самом деле получилось сейчас два слова скажу погоде вот сегодня у нас 26 июня 26 июня как бы лето в самом разгаре что называется но погоды погоды нету на сегодня на термометре у нас так 13 до градусов он 13 больше градусов вот времени где-то около 10 часов утра и вот такая вот погода на самом деле вчера был дождь ветрено сыро с выйдем посмотрим вот такие вот у нас стоят заросли вот такая вот у нас вот тут я вчера покосил так немножечко покажу нарвал он там нарвал здесь вроде покосил или стоят какие стоят к стрел на дорогу окосил 1 2 слова расскажу вам о травостое сегодняшнем погода в этом году у нас балует обильными осадками и вот эти осадки уже бы надо чтобы не прекращались уже потому что уже все как бы выросло да вот посмотрите какая зеленка стоит у нас 10 июня 10 мая сел полтора месяца и густая костер вернее вика вылезла такой такой зеленки я здесь нашим я сам сел не было никогда стоит прям густая ковром если в том году когда была засуха я ходил там не знал чуть-чуть там сходила местами и росла всякая сорная растительность в этом году просто ковром стоит вот единственного вокруг этого куста почему-то у меня осад вот так вот кругом прям такая фунтация осад теперь пойдем на участок утрогу я покашивал тогда пробовал так осилку все давно это недели или две назад это было вот такой костер стоял вот сейчас смотрите костер какой здесь стоит вот это вот я называю сюда участок с густым костром кашу густой костер вот он он стоит костер вот вот я вот я стою да и вот он мне ну практически вот у грудь ну здесь он повыше там чуть пониже да вот здесь вот я уже начал уложить то есть участок где в прошлом году в 21 гостил бы просто тарелки было видно лучше ничего не было в этом году стоит вот такая вот гущина просто и высота даже не в пояс а тут даже я не знаю вот такие вот вот тоже поле пары будут тоже вот видите все с уребкой затянуло так что вот такой вот костер вот такая вот вот такая вот у нас растительность в этом году то есть косить можно просто все сподряд но говорится нет ничего идеального там мире наверно до дожди предстоят по прогнозу просто каждый день там небольшой на дождик так что не знаю как мы будем когда мы выйдем косить в полную силу его не знаю я дожди очень сильно будут мешать я думаю в этом году поэтому два года у нас стояла засуха фактически июль был всегда сухой но вот в этом году наверно за все за эти года нам вот подмачивать а чтобы выкосить зеленку ее надо просушить чтобы она подсохла его через недельку из них где уже надо будет уже начинать косить так что вот ребят вот такое вот видео по косилке заря обязательно покажу еще в работе и немножко этом всем пока до новых встреч увидимся на моем канале всем удачи встречи